Восьмая сессия и послание президента Я специально подготовил материал, разослал его всем губернаторам, членам правительства, Совету Безопасности, правительству, политический курс, банкрот. Надо делать левый поворот. Без справедливости, высокой духовности мы не вылезем из этого капкана. Самое удивительное, что президент много раз говорил о необходимости рывка. Рывок сделали по ряду направлений, которые все дальше отбрасывают страну от его установок и от стабильной ситуации. Первый и самый жуткий рывок связан с вымиранием. Мы за прошлый год потеряли 500 тысяч вместе за два года и никак не можем это восполнить. Мы наставить будем на том, чтобы этот вопрос официально был рассмотрен на Государственном Совете, на Совете Безопасности и уверен, что фракции откликнутся на наше предложение провести слушание. Потому что за последние годы самым истребляемым на планете народом оказались русские. В годы войны из 27 миллионов 20 миллионов потеряли. Ельцин отрезал несуществующими ранее границами еще 25 миллионов. И в 90-м году у нас было 120 миллионов, сейчас уже около 100. Потери 65 миллионов невосполнимы. Это гигантское пространство, которое отставили наши отцы и деды, оно не в состоянии управляться вымирающим населением. А страна вымирает прежде всего потому, что морально-политическая обстановка тяжелейшая и полная безнадега у абсолютного большинства граждан. Второе. Делан гигантский рывок среди олигархии. Было 74 олигарха, теперь 110. Но самое поразительное заключается в том, что 5 главных олигархов хапнули за прошлый год дополнительно 27 миллиардов долларов, более полутора триллионов рублей. Вся остальная страна за прошлый год вложила меньше в Сбербанки и кассы, чем всего 5 человек. Еще одно очень тревожное явление, связанное с нищетой. Нищета расползается, как раковая опухоль. Ровно половину граждан, от официальной статистики, могут позволить себе купить дешевую одежду и дешевую еду. Но остальное им не хватает. 40% граждан живут меньше, чем на 20 тысяч рублей, это бедность, близкая к нищете, а наиболее распространенная зарплата 23 тысячи. В результате, если посмотреть те, кто у черты бедности, мне это больше всего поразило, то это не пожилые люди. Те, кому 18-40 лет, 61%, по сути дела, стали нищими. Отсюда у молодежи нет никакой перспективы. 53% молодых людей, опрошенных в 18-22 года, заявили, мы не видим себя здесь, мы готовы уехать из страны. И когда президент говорит о стабильности, об ответственности, о том, что надо включать мозги, надо прежде всего включать мозги на этом направлении. Еще одно тревожное крайнее явление, несмотря на то, что нам объявлена гибридная война, иностранный капитал лезет во все щели. За прошлый год объем иностранного капитала в выведенных средств только увеличился. У нас целые отрасли парализованы подчины, в основном англосаксам и зарубежным хозяевам. Все это вместе взято и наводит на простую мысль, о каким образом Государственная Дума во главе с Единой Россией реализовывала наш бюджет, который мы вместе обсуждали. Мы предлагали бюджет развития, и бюджет развития будем предлагать в ближайшее время. Это 33 триллиона. Приняли решение более чем на 10 триллионов меньше. Но самое удивительное, даже романтик бандитского капитализма по имени Кудрин и то ахнул, когда проверил. Ровно триллион расходной части не довели ни до людей, ни до предприятий. Никогда этого не было, я многие годы в Думе. Значит, сидит Суланов вместе с Медведев и не дают деньги те, которые были заложены в бюджете для того, чтобы решать проблему. Я особо выделил материалы, связанные с перспективными отраслями. Питнациональные проекты, они призваны решать проблему выхода на мировые темпы и повышения благосостояния граждан. Я взял несколько показателей. Ну, например, модернизация. Без нее мы не справимся. У нас более 50% износа оборудования даже в нефтегазовой отрасли. Что там? 65% выполнения в любой фирме вас за это выгонят моментально. Берем второй показатель, связанный с экологией. У нас треть населения живет в экологически грязных районах. Треть примерно израсходована, а остальные кто-то зажал у себя в кубышах. И так можно проследить по многим показателям. Мы считаем, что дисциплина исполнения и управления, начиная от правительства, включая думскими комитетами, которые возглавляет Единая Россия, самая нижайшая. Можно сколько угодно тут говорить, склонять, но если вы принимаете решение, если вы обеспечиваете контроль, то почему главные статьи национальных проектов выполняются на 20, 30, 40, 50%? Это выполнение должно быть по базу минимум 100%, когда у тебя есть деньги и возможность. Мне показалось, вдруг один показатель выполнен, это по инфляции. О нем президент давно говорил, 3, 3,5, ну некоторые дают 4, пока еще до конца. Ну даже не в этом, 3-4%. Ну тогда понесут деньги инвесторы и будут вкладывать. Ничего похожего. Иностранные инвесторы бегут и продолжают вводить деньги. Ну тогда государство вынуждено, раз у него столько денег, вкладывать в обновление, инфляция низкая. Ничего похожего. За прошлый год практически прироста нет. А это свидетельствует о том, что система проектирования и планирования, на которой мы предлагали стратегическое планирование и промышленное, и отраслевое, абсолютно у этого правительства не работает. Но самое любопытное заключается в том, что президент выступает за мир, за укрепление наших международных позиций. И я вижу, как он отчаянно, энергично работает на этом направлении. Но вы сильны во внешней политике при одном условии. Если у вас энергично развивается страна, наука, образование, здравоохранение. Так вот, если вы посмотрите статьи, связанные с социальным государством, то за прошлый год ликвидация социальных государств. Наука, образование, здравоохранение урезаны по всем направлениям. А их надо минимум удваивать. И мы предложили целый пакет законов для этого. Что особо тревожит? Международная обстановка. Вы видите, как начинался Новый год. Трамп приезжает в Европу на словах вроде «за отношения с нами», а сам требует, чтобы натовцы удвоили военный бюджет. И запланировали военный бюджет на ближайшие годы 1 триллион 300 миллиардов. Это в три с половиной раза больше, чем весь российский федеральный бюджет. Приняли решение поддержать новые санкции. А какие санкции? Посмотрите, Сенат считает, что мы спонсоры и финансируем терроризм, и принимают решение об адских санкциях. Они будут направлены против банка, финансовой системы и каждого из вас. Европа взяла под козырек, несмотря на общие разговоры, и продлила эти санкции. Даже ООН полезла в эту кучу. ООН приняла резолюцию, связанную с тем, что надо демилитаризировать Крым и Азово-Черноморский район. Какое им дело? Сдержать ли нам какую военную группировку? Мы защищаем свои интересы. Ну и спортсмены в АДА туда же. На четыре года выгнать нас в больших спортивных площадках. Все вместе взятое требует консолидации, сплоченности, нового курса и новой политики. Мы абсолютно уверены, что левый поворот реализуется по всей планете. Впереди всех идут китайцы. Советую вам вечерком включить обращение Си Цзиньпинь. Оно идет 15 минут. И вы увидите, как развивается Китай. Какие великие проекты, какие люди, какие образы. Какая основа для очередного прыжка в будущее. Причем тот проект, который уже поддержали 130 стран. На мой взгляд, сегодня вызрел подход, который требует смены этого правительства. Оно не справится ни под каким сон. Формирование правительства национальных интересов. Мы провели в конце года большой форум левых сил. И сейчас готовим большой съезд. И программу развития. Мы готовы в этом активно участвовать. У нас для этого есть все необходимое. И по аграрной политике, и по науке, и по образованию. Мы готовы к конструктивной работе. Но это правительство угробит все, что угодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова